Приветствую. Честно говоря, я не думаю, что вы хотите из своего состояния выходить. Из своего состояния я имею ввиду то, что вы описали. Почему? Ну, начнем, пожалуй, с того, что вы не до конца определились, на мой взгляд, с тем, у вас черная полоса или психологические проблемы. То есть, в каком контексте воспринимать, например, нам, как психологам, то, что вы описываете. Потому что, если черная полоса, то ничего общего с психологией это не имеет и вам надо бы к эзотерикам обращаться, наверное, если черная полоса. Если это определенные психологические проблемы и если вы считаете, что у вас психологические проблемы, то работать нужно, на мой взгляд, в этом направлении, в направлении решения именно психологических проблем, которые у вас имеют место быть. То есть, тут вот эта ситуация, на самом деле, пока что не совсем ясна. Вот. Не то, чтобы вы прямо обязаны это решать, но для получения эффективной помощи, наверное, все-таки имеет смысл. Дальше. Дальше. Хочу вернуть мужа, который его выгнал. Он знает, что я хочу его вернуть. А ну нет. Муж это не какая-то вещь, которую вас украли и теперь вы хотите вернуть. Муж это отдельный человек со своими ценностями, со своими желаниями, со своими потребностями и задачами. Я не думаю, что при таком подходе к мужу, то есть при подходе, когда вы говорите, что хотите его вернуть так, как будто это, ну, какая-то вещь. Я не думаю, что это хорошая для вас идея. Я не думаю, что это позитивно. То есть возвращать мужа вам не нужно не потому, что там у вас с ним что-то получится или не получится, а потому что муж это не вещь, которую нужно вернуться. Муж это человек. Так. И человеку необходимо с нами уходить. Возвращаться. Так. Дальше. Вы пишите о том, что вы его выгнали. И, наверное, это очень важный момент. Ну, то, что вы его выгнали. Я полагаю, что были причины и серьёзные основания для того, чтобы человека выгонять. Вопрос только в том, какие. Какие были основания для того, чтобы выгонять человек. Из-за чего вы его выгнали. Собственно говоря, что случилось сейчас, что вы хотите его вернуть. Что изменилось, в общем. И это, наверное, тоже очень важный такой момент, на который необходимо обратить вам своё внимание. Так. То есть вы его сперва выгнали, выгнали, потом вы теперь хотите его вернуть. Но проблема, из-за которой вы его выгнали, эта самая проблема, наверное, осталась. И получается, что даже если он к вам вернётся, проблема даст себе снять. Следующий момент. Для чего вы хотите человека вернуть? Постарайтесь честно ответить себе на этот вопрос. Как человек узнал, что вы хотите его вернуть? То есть человек узнал, что представляет для вас ценность. От характера ваших взаимоотношений ценность воспринимается по-разному. Он то доброжелательно со мной общается, то холодно. Бывает блокирует меня на телефоне. Это мужчина вами манипулирует, пытается вас себе подчинить, набивает себе цену. Особенно если вы сами склонны себя обесценивать по каким бы то ни было образом. В общем, мужчина ображает, скажем так, то, что вы сами о себе думаете. Вот как вы сами к себе относитесь, так и мужчина относится к вам. Дальше. Мы не можем найти компромисс. У меня 26, ему 29, ей дочь 4 года. Смотрите. Мы не можем найти компромисс. Вообще-то очень такое, я бы сказал, тревожное заявление. Потому что, ну, никаких мы не существует. Есть вы. Есть личное вы. И вот то, почему вы, именно вы, не способны на эти компромиссы, в первую очередь, важно понять. Я полагаю, что это связано с тем, что вам самой себе найти компромисс достаточно проблематично. То есть вы, в первую очередь, не можете найти компромисс сами себе. Собственно, из-за этого и получается ситуация, что вы не можете найти компромисс с другим человеком. Мечетесь вы глобально из крайности в крайность. Мечетесь вы глобально от одного какого-то одной точки зрения к другой точки зрения. Но проблему не решает. Так? Вот. Поэтому здесь опять же разный момент. Вы сами конфликтуете с собой, вы конфликтуете с другим человеком. Человек не очень понимает, как так вы, сперва вы выгнали, теперь хотите вернуть. Это тоже создает некоторую такую нестабильность. Но и вы сами, естественно, не можете чувствовать себя адекватно. Потому что, как бы, все может измениться. Все. И меняется. Все, как бы, корректируется. Ни в чем вы не уверены. И это тоже проблема. Дальше. Так. Мне двадцать шесть, ему двадцать девять, дочь четыре года. К чему вы это написали, не очень понятно. Причем, ну, как бы, к чему ваш возраст, вот, и дочери. Но я могу сказать следующее. Вы довольно реально стали мамой. Вы, может быть, со мной не согласны, но это двадцать два года. Получается. Ну, двадцать два года дочь родилась, и еще раньше немножко, да? Вот. То есть, ну, где-то примерно двадцать один плюс, наверное, да? И... Это довольно ранний срок. Не очень понятно, правда, сколько вы вместе с мужем. Вот. Ну, если, предположим, хотя бы год вы жили. Без дочери, то это получается двадцать двадцать один год. Вы выходите замуж. Это довольно ранний срок. Возникает ситуация, при которой вы ориентируетесь на семью. То есть, вот, у меня ориентир. Двадцать, двадцать один год, я вышла замуж, двадцать два года родила, ну, к примеру, и так далее. Ориентир на семью предполагает некоторые нюансы в поведении. А именно, следование за мужем, позиция ведомой, меньше значимость своего мнения, ну, и так далее. Происловие, что вы ориентир на семью. Почему? Потому что в российских реалогах люди, к сожалению, особенно мужчины, особенно мужчины по отношению к женщине считают, что если человек работает, да, имеет специальность, обеспечивает, у него больше прав, чем у женщин, которая не работает, в кавычках, якобы, не работает, да. Которая не обеспечивает семью, опять же, в кавычках, потому что это не совсем так. И, и, в которой я занимаюсь только детей. И его детей. И, эээ, не совсем понятно, отдаете ли вы ли вы себе отсчет в своей позиции, в своем выборе семейных ценностей, это первое. Готовы ли вы нести за это ответственность, это второе, судя по тому, что выгнали своего мужа, нет. И, эээ, третий момент. А что вас привело в смейные ценностей? Совместный ли выбор вас привел к ним? Или, может быть, что-то еще вас привело тоже к ним? То есть, что именно привело вас в эти ценности семейные? Насколько осознанно и свободно был сделан вами выбор в пользу них? А, может быть, вы и выбор это не делали? Может быть, вы и ответственность не готовы нести? Может быть, вы проблему свою какую-то пытаетесь решить через эти ценности? Вы подумайте, для чего вам семья? Какое значение семья имеет? Ребенок, вот, тоже, эээ, какую значимость лично для вас имеет? Понимаете? Вот. Дальше. Я его люблю. Пытаюсь наладить с ним отношения. Ну, эээ, я бы здесь, конечно, хотел, эээ, немножечко раскрыть направленность любви. Вот. Я его люблю. Это как? Нет, я не прошу объяснять, что, что такое любовь. Я, эээ, прошу вас, эээ, именно свою направленность любви, любви, эээ, раскрыть. Что это из себя представляет? Вот конкретно. Что это представляет из себя? Это было бы очень неплохо. Дальше. Пытаюсь наладить с ним отношения. Понимаете, какая штука? Пытаюсь наладить с ним отношения, для меня звучит так, что отношения вам нужны больше, чем ему. Он вам нужен больше, чем вы ему. Мужчина это понял, мужчина сейчас это активно использует. Смотрите, любовь, эээ, чем бы она ни была, у вас это не заискивание. Это не преследование. Это свобода. Свобода себе, свобода другому. Так или иначе, здесь никакого свобода нет. Вы пытаетесь наладить с человеком отношения. Вы... Ну, я... Наверное, если бы я сказал навязываетесь, было бы не совсем верно. Здесь, наверное, можно использовать другое слово. Да? Вы... Пытаетесь принудить... Настоять... На том, чтобы наладить отношения. При том, что... У вас выгода в этом есть. Для вас выгода в этом есть. Для человека выгоды в этом нет. К сожалению. Нет человеку... Нет для человека выгоды... Что-то меняется. Нет для человека выгоды наладивать к вам отношения. Но ведь вы ему добры. Вы... Пытаетесь наладить с ним отношения. Вы... Чувствуете себя виноватой. Так как вы говорите, что понимаете, что он на меня обидит. И это... Ему льстит. И... Соответственно... Раз ему это льстит... Значит... Не выгодно. И не будет... Человек налаживать с вами отношения. А зачем? Понимаете? Вот... Какой ему смысл налаживать с вами отношения? Вот вы пытаетесь. Вы... У вас есть... Эм... Мотивация. Хорошо. А ему какой смысл? Ему зачем это делать? Ну вот... Ответьте себе... На этот вопрос. Зачем... Человеку... Так... Делать. Знаете... Вот... Пока... Вы себя... Подобным образом не спросите... Наладить отношения вообще с кем бы то ни было... У вас не получится. Ведь... Отношения строят двое. И... Когда вы выстраиваете отношения в одиночку... То вам... Другой человек не нужен. Вот... Вот он и... Не участвует. Ну... Опять... Опять же... А зачем? Если... Если вам... И так хорошо. Дальше. Я добра к нему. Ну... Это вообще... А... Потрясающее высказывание. Я к нему добра. Это как? Ну вот... Вы к нему добры. Это как? Что это значит? Что вы... Что вы добры? А вы бываете к нему злы? Что такое добро? Что такое зло для вас? Как вы решаете... Ну... Будете ли вы... Добрый? Или... Будете ли вы... Злой? То есть... Что вообще... Вы в это вкладываете? Я добра к нему. Но я чувствую, что он этим пользуется и не ценит. Так... Опять же... А вы... Это... Цените? Вы же... Это не цените. Вы же... Чувствуете себя виноватым. А он чувствует ровно... Ровно то же, что чувствуете вы. Он... Просто берёт то, что вы ему даёте. Вот и всё. Вопрос в том, что... Вы... От того, что даёте... Ждёте чего-то нового. А он... От того, что вы даёте... Получает что-то своё. И у него нет мотивации... Повторюсь... Что что-то... Для вас... Делать. У него нет мотивации... Обрадовать то, что вы... Ждёте. У него есть... У него есть... Уже женщина... Которая двое детей... Они встречаются второй месяц... И чувствуют... Что они настраивают... Его против меня. Опять же... Здесь... Не совсем понятно... Как именно вы это чувствуете. И что именно вы чувствуете. Знаете... Вы можете... Опасаться... Потерять мужчину. Вы можете... Чувствовать... Конкуренцию. Вы можете... Ощущать... Уизвлённость. Вы можете... Ощущать боль... От того, что... Что... Вам изменяют. Откуда вы знаете, что он встречается с другой женщиной? А... Но... Понимаете, какая штука? Вот... Эта женщина... Которая... Которая тридцать... Которая двое детей... Э... Э... Она является... Отражи... Эх... Отражением... Э... Того, что... Ваш муж хочет. Она является... Отражением... Желаний... Вашего мужа. Но она является... Отражением... Тех... Желаний... Которыми... Вы... Не смогли справиться. И... В принципе... Она всегда будет... Такой. То есть... В... В... В прямом смысле этого слова... Она не заменит. Но... Если... Вы будете... Вы будете... Воспринимать это... Как... Конкуренцию... То... Конечно же... Э... Победит вас... Любая... К сожалению... Абсолютно любая. То есть... Э... Э... Не очень ясен контекст. Вы пишите... что... Э... 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 У него есть другая женщина. Э... 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 То есть, он с ней встречается и так далее, и так далее, и что дальше? Вообще говоря, по-хорошему, мужчина свой выбор сделал. Он встречается с другой женщиной, вы пытаетесь его вернуть. То есть, вы наступаете себе на гордость, вы наступаете на свое достоинство. Вот. И нет ничего удивительного, что к вам относится неуважительно. Потому что вы человека умаляете. Когда вы человека умаляете, когда это происходит, вы даете человеку власть. Когда вы даете человеку власть, у него появляется соблазн ее использовать. И как бы это, этот соблазн зачастую принимается. Ну, потому что человек сам по себе слаб. И соблазняя его, мы рискуем. Поэтому то, что вы своего мужа соблазняете, это по факту ответственность ваша. Вот. Человек может справиться с соблазном, может не справиться. Не каждый может справиться. И если человек не справляется с это, ну, не делает его плохим. Потому что природа поддаваться соблазну, это чисто человеческая природа. Вот. Так что здесь, честно говоря, опять же, не совсем будет понятен контекст, в котором вы это пишете про его женщину. Далее. Так. Я не стараюсь сейчас с ним ссориться, закрывая глаза на какие-то обиды. Я не стараюсь спичь, где вы с ним ссориться. А раньше старались. Зачем? Ссора. Именно ссора. Это психологическая игра. Которая так и называется. Скандал. Вы можете изучить её в интернете. Изучить её в интернете. Она есть. Ну, вот смотрите, какая штука. Если вы стараетесь не ссориться с мужчиной, если вы закрываете глаза на какие-то обиды, то есть подавляете свои чувства, да, зажимаете их, то мужчина чувствует, что он вам нужен. А значит, всё это готово вы сделать только пока он вам нужен. И если вы вернёте его, если мужчина согласится вернуться к вам, он вам будет уже не нужен и вы перестанете быть такой. А значит, мужчине выгодно держать вас вот ровно на этом месте, чтобы вы всегда боялись, что он уйдёт, чтобы вы были добрее к нему, чтобы вы не ссорились с ним и так далее. Смотрите, сколько выгод получает человек, не находясь с вами в отношениях и при этом встречаясь с другой девочкой. Смотрите, сколько выгод получает человек. Так зачем же ему возвращаться? Зачем же ему давать вам какую-то, ну, какую-то опору, какую-то почву, какую-то определённость? Зачем? Если чем более вы неопределённые, тем более лояльны, более позитивны, более расположены к человеку. Ну, человек-то, он вообще-то сам себе не враг, он вредить-то себе не будет человек, особенно если есть такие явные достоинства его позиции. Вот. Мужчина, как бы, он на самом деле очень хорошо устроился. Вот. Ну, это вопрос вот именно в вашем поведении. Дальше. Обиды. Ну, понимаете, вот опять же, здесь ситуация такая. Вы тотально пренебрегаете своими числами. Тотально просто пренебрегаете своими числами, потому что... Закрывай глаза на обид. Ну, вы можете закрыть глаза на обиды, конечно. Более того, это ваше право. Но обиды от этого никуда не уйдут. Они никуда не исчезнут. Они как были, они так и будут. И они будут копиться. Если вы не выведите свои отношения с мужчиной на другой, более высокий уровень. И обиды будут копиться, и рано или поздно вы взорветесь. И вот, когда вы взорветесь, вы наконец-то позволите, вы наконец-то разрешите себе чувствовать. Вот, как мне кажется, добиваетесь вы по итогу этого. Вы взорвались, выгнали мужа, а потом их оттерпели. Теперь чувствуете вину, хотите его взорвать. Вы чувствуете вину за свою вспышку. Закрывайте глаза на обиды свои, пренебрегайте своим нечистым. И так далее, и так далее, и так далее. Копите, копите, копите. Чтобы опять взорваться и опять разрешать. То есть, все упирается в то, что вы не разрешаете себе чувствовать. Не разрешаете себе быть обиженным. Не разрешаете себе обижаться. И берете ответственность за человека, за своего мужа. Вы пишете, что знаю, что он сильно на меня обижен. Если он очень сильно на вас обижен, это его проблема. Его обиды, это его проблема. Вы можете не хотеть какого-либо из действий или слов, приведших к его обиде. Вы можете за это измениться. Сказать, что вы не хотели этого делать или говорить. Но ответственность за обиды лежит на нем. Вы берете эту ответственность за него, забираете ее у него. И ставите себе в зависимое положение. Ну, если ты решил унести мою ношу, ну, унеси. А я побуду рядом, постою, побегаю, понаслаждаюсь. Пока ты несешь мою ношу. Вот. То есть позиция здесь у вас такая. Матушка Хабарт. Матушка Хабарт, это такой жизненный сценарий. Можете тоже почитать про него в интернете. Я сейчас об этом говорить, наверное, не буду. Дальше. Обиды, это, вообще говоря, способ манипуля... Манипуляции. Да-да, это еще один способ манипуляции людьми и способ добиться того, что, собственно, мы хотим. Дело в том, что когда человек обижается, он превращается в жертву, он превращается в очень несчастного человека, которого обидели, который мы должны. И таким образом провоцируется чувство вины. Вот чувство вины, которое провоцирует обиженный, направляется к тому, кто обидел, и мотивирует его на те действия, которые хочет сделать обиженный. Проблема здесь, как вы понимаете, кроется в ответственности. Тот, кто обижается, не принимает личную ответственность, перекладывает ее и получает желаемое через действия человека из чувствовины. Ну, здесь не надо говорить, я надеюсь, о том, что подобные отношения не являются искренними, не являются естественными, не являются свободными и не являются позитивными. Потому что, по большому счету, получается, что все, что делает партнер, все это делается исключительно из чувства вины. То есть, не из-за желания, а из чувства вины. И из-за желания восстановить такой свой рода статусского, кутатовского. Но если человек испытывает чувство вины, это значит, что он не отвечает за свои действия. Как видите, и обиженный, и обидчик, эти два слова я помещаю в кавычки, не несут ответственности за свои действия. Обиженный не несет ответственность за то, что ему неприятно, не хочет с этим разбираться, просто обвиняет другого человека. А обидчик не желает нести ответственность за свои действия, которые, пусть и привели к обиде человека, в случае является его собственным проявлением, его собственным выбором, его собственными ценностями. Таким образом, обиженный обидчик не уважает себя и не уважает друг друга. Вот поэтому так важно из этой игры обиженный обидчик выйти. В психологии это называется перекладывание, перекидывание, по-моему, горячей картофелиной, я точно не помню, вы можете посмотреть. Это в интернете, в интернете информация тут тоже есть. Дальше, следующий момент, вы пишете, так, мы не можем нормально общаться, хотя больше пытаются, он меня не слушает. Ну, опять же, мы, кто такие мы, здесь не очень понятно, что значит не можем нормально общаться, тоже не очень понятно. Мне кажется, история больше похожа на ваше доброе отношение к нему, то есть, что такое доброе отношение, что такое нормальное общение, тоже не очень понятно. Например, для итальянцев очень нормально стоять друг другу вплотную и кричать, для северных людей нормально стоять на относительном удалении друг от друга и говорить очень тихо. То есть, как бы, не очень понятно, что вы называете нормальным общением. Также, непонятно, кто мы, да, то есть, он не может нормально общаться, это одно, вы не можете нормально общаться, это другое. Если вы не можете нормально общаться, ну, можно спросить вас из-за чего, так и происходит. Если он не может нормально общаться, то это его проблемы. Дальше, вы пишете, что, ну, я больше пытаюсь, то есть, вот вы пишете, да, хотя я больше пытался, он меня не слушает. Ага. Вопрос, для чего вы пытаетесь? То есть, у меня ощущение, что вы как-будто жаловались, вот я больше пытаюсь, мне не случится, я такая несчастная и так далее. Лучше зададайте себе вопрос, какой мой мотив слушать вас, это первое. Говорите ли вы на его языке, это второе, потому если говорить на языке того, с кем вы говорите, а не на своём языке, если говорить на своём языке, то он ничего хорошего, из этого не получится, можете быть уверены, вот и как бы говоря, на своём языке, вы в общем-то покажите человеку только то, что он вам ещё более не нужен. Дальше он меня не слушает, вы слушает, у женщины ей 30. вот опять вы делаете акцент на Анет, вы делаете акцент на её возраст, но как бы для чего, какой смысл вы вкладываете в её возраст, я честно говоря не очень здесь понимал. что либо вы, либо вы как-то вот стесняетесь, стыдитесь своего возраста или, может быть, что-то ещё, нужно разбираться. ещё недавно на работу устроилась, но ничего не получается, не знаю, где бы обратилась, чтобы всё это вытерпеть. А что именно вы терпите? Как именно вы устроились на работу? Для чего вы устроились на работу? Чтобы что? Какие у вас цели? Соответствуют ли ваши способности этим целям и так и так далее. То есть, что конкретно вы терпите? Как получается, что вы терпите? Ведь терпеть значит бороться, с чем именно вы боретесь, может быть, с чем-то бороться следует перестать. А что мне делать? Пишите вы, что вам делать, чтобы что? Тоже очень важный момент. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.